Матч ТВ И мы будем все время оставаться в Уфе Почему нет? Я надеюсь, что все-таки На открытии арены И в Санкт-Петербурге удастся все-таки сыграть Хоть один матч на одном из этих двух стадионов Здесь, кстати, повторение истории У Уфы уже был такой матч Причем не один С Ростовом тоже там Угрюмые 0-0 Убаюкивающие после первого тайма А во втором команды так раскрывались С Ростовом проиграли 1-4 И был, похоже, матч с Ахматом Когда Уфа выиграла 3-2 Ну и здесь тоже Вот живоглядно, смотрите Три голевые передачи Три голевые Смотрим Это третий уже будет сейчас Йокич Я не помню, я сколько матчей Йокича видел в Испании Когда он играл за Вильяреал Я не помню, чтобы он забивал головой Ксюр какой-то А то он еще и затылком, по-моему, взлетел, да? Но при этом 3-1 Уфа ведет И легкая концовка не получается 81-я минута Подача, скидка, удары полуяхтов Добивает мяч 3-2 И оставались еще несколько минут До 10 минут Добрых у Анжи Но мы уже слышали Скрипченко, который как раз просил от своей команды Чего-то Ювентуса подобного Но не дождался Ну, у Ювентуса был целый тайм Чтобы что-то сотворить А у Анжи всего 10 минут Тут другая аналогия Дело в том, что Пауриевич и Йокич забили За те же самые 2 минуты За которые забили тогда Игуаина Дебала Вот так что Тут в другую сторону повернулось Это соперник посмотрел Внимательный этот матч Ну что, кроме шуток Живоглядова Давайте отметим Костя молодец, что вступился Что мы его не выбрали Ну, не сказать, что это всегда прям голевые передачи Но отличные навесы с фланга Ролан, как человек играл на фланге Ничего себе А Гусев, который вложил ночь в голову Евсееву Это что, не голевая передача? Конечно, это все считается Конечно Это чистая голевая передача Сразу с первого паса забивается голова Хотя первую делал передачу Стоцки Я ей сейчас обратил внимание Значит, две он сделал Значит, две, да Тогда убирай Убирай список Убирай Нет, ну подождите Убирай список Вот видите, Костя, как Почему нужна наша программа в прямом эфире? Да, на самом деле Признаюсь честно Я видел только хайлайт этого матча Потому что У хайлайта как раз Стоцки тоже был, Костя Да, ну Значит Нет, просто попал в какой-то протокол живоглядов Как автор трех голевых передач Передо мной на одном из наших ресурсов Например, такая информация Надо все это будет уточнить в РФПЛ В любом случае, мы Дмитрия поздравляем И его команду с тем, что здорово сыграли С одного фланга пришли все голы Все три Стандарт первый Я летел во время этого матча Жалею, что пропустил второй тайм Но Если Так, серьезно А уже без шуток То первую передачу, конечно, со штрафного дела Стоцки Хорошо, поправим В общем, я проиграл спор Что скажу, что живоглядов сделал три голевые передачи Все, я признаю Ладно, давайте теперь игру оценим Потому что она была очень разной И Мы помним матч с Динамо Все-таки за командой Сергея Симака Мы следим внимательно И шестая строчка, на которой Уфа находится Это не повод для дискуссий Это повод для того, чтобы похвалить И где-то что-то разобрать Ролан Про Сергея немного Чего нам от него ждать? Ну, я думаю, что он Сергей, скажем так, сейчас Выжимает максимум из-за Уфы Я думаю, показывает неплохой результат Те игроки, которые у него есть Я думаю, они Он Просто выше, мне кажется Уже дальше некуда Вот смотрите Где находится сейчас Уфа? Уфа занимает шестое место А Зенит пятое А уже 16 лет в Зените не работает российский тренер Сергей Симак, который оставил в этой команде Ну, часть своего сердца И карьеры Ведь вы рассматривались в какой-то момент как кандидат? А Давыдов когда работал? Ну вот Давыдов работал Давно уже Морозов? Ну, это уже, Юрий Андреевич Это действительно было очень давно Ну вот смотрите Нет, я не чтобы кому-то советую Просто Симак действительно выжимает Вот я бы зацепился за эти слова Ролан очень важные слова сказал Я абсолютно с ними согласен Выжимает из своих футболистов Вот у меня такое ощущение, что Манчини не выжимает из своих футболистов Смотри, я здесь согласен с Роланом Но надо признать, что Сергей Богданович пришел на очень хороший фундамент Ведь как дом строится, да И начинается все, заливается там бетон Делается фундамент А потом уже что-то там наращивается этаж за этажом Кто-то приходит, да И там может быть другой какой-то косметический ремонт хочет сделать Кто-то хочет комнаты переставить, мебель подвигать в конце концов Но Симак пришел на место Гончаренко Где как раз Гончаренко определенный вот этот фундамент и создал И вот эта команда в большинстве своем по игрокам Она как раз-таки была собрана Гончаренко И Симак пришел, не стал ничего менять в прошлом сезоне У него это хорошо получилось И мне кажется, вот на этой химии и этой почве сейчас командой функционирует Его никто не дергает Руководство прекрасно понимает, что тренер молодой И при этом хорошо управляет командой Футболисты к нему прислушиваются, понимая авторитет Симака Это Уфа Но представь, перенеси сейчас Симака условно в Санкт-Петербург Где есть набор хороших игроков Но нет вот этой правильной, мне кажется, идеологической химии Так может она и появится там, правильная химия Если там будет работать тренер, которого все уважают Который уважает и руководство, и футболистов сам Который не будет говорить, вы мне вот этих ребят не купили У него 28 человек у Мончини Согласен Этих ему не купили, что ли? Согласен, но при этом тогда под Мончини едет Паредос Едет Креневитер и едут другие А под Симака давай поедем в школу Парис-Сен-Жермен И спросим, дадут под Симака, например, какого-нибудь интересного футболиста Я сам за то, чтобы Зенит наконец уже остановился на кандидатуре Симака И дал бы ему там 3-5 лет, чтобы он команду построил Но станет ли это делать Зенит? Ты не забываешь, что он последние два года без Лиги Чемпионов И поставить сейчас Симака и сказать ему, что вот нужна задача Лиги Чемпионов И для Зенита это тоже был бы серьезный риск Поэтому они берут тренера трофейного Там, я не знаю, с каким бэкграундом Кому-то нравится, кому-то не нравится Но за Мончини идет репутация тренера, который выигрывал Кстати, имейте в виду, друзья, что за нашими тренерами следят довольно внимательно И тут дело не в Слуцком, не в Карпине, которые так или иначе поработали уже Да, а за всеми следят, кто отыграл Мне недавно звонили французские коллеги из довольно крупного сайта У которых опубликовали интервью с Симаком Просили еще там контакты других российских молодых тренеров Потому что они интересны, действительно интересны на Западе И мы как-то не очень уважаем свое молодое поколение Слава богу, у нас сейчас работают и Карпин, и Шалимов, и много кто И ФНЛ, и вот это поколение, скажем так, начало 90-х Оно стало тренерским Но могло быть и больше внимания к нашим тренерам, согласитесь? Я считаю, что да Есть примеры, как Милан не боится То Инзаги, то Зейдорф пробует Так можно до бесконечности Мончини, Луческу Почему нет? Я думаю, у Симака, ну, хуже, чем сейчас Зенита играет, мне кажется Ну, мы еще поговорим о конкретном матче Аргентинцы, скажем так, аргентинцы, которых купил Мончини Но это далеко не Вицель, не Халк Ну, хотя, при этом Поредес Поредес, конечно, и Дреуси, это футболисты высокого уровня Ну, опять же, не Халк Ну, не Халк, да, и не Вицель Не, ну, таково Во-первых, Халка стоила 60 Да, которые выигрывают игры Они игры не выигрывают, скажем так Согласись, таких игроков, которые делают разницу, которые выигрывают игры Их на пересчет Ну, можно было за... За 100 купить, да? За двоих аргентинцев можно было купить одного Одного, который делал результат Ну, это не угадаешь как раз Здесь мы не советчики руководству Каждый выбирает свою линию поведения Но, в любом случае, вот за Симака немного даже обидно Давайте послушаем... Ну, может, что впереди... Ничего себе обидно Человек в хорошей команде работает на 6-м месте В том смысле, что в свое время он не получил такой, может быть, вызов А, может быть, и не обидно Да, потому что еще время придет Да Мне кажется, у Сергея, наоборот, все идет очень даже... Правильно Поступательно Да, соглашусь с вами В Уфе появился очень интересный футболист Его зовут Йонас Нидалчаро Ему 21 год Он играл за Бухарестское Динамо За молодежную сборную Румынии И вообще в таком возрасте Метр девяносто рост, кстати В таком возрасте... Вот Зинченко они же поймали, да, Уфа? Может быть, этот Нидалчаро тоже перспективный футболист? Класс, но Зинченко это 1 на 100, если не на миллион А откуда ты знаешь? 21 год всего Но у нас пока есть небольшой интервью Это какой-то счастливый билет, по-моему, нет, если, мне кажется, как-то... Зинченко? Да Ну, про Зинченко отдельно Давайте послушаем Йонаса Нидалчаро Это, конечно, очень важная победа сегодня Я вот отыграл уже две игры В чемпионате очень сильный чемпионат И самое главное, что сегодня мы заработали 3 очка и победили Но, тем не менее, сегодня Уфа пропустила дважды И после навесов, и главный тренер команды отмечал, что была такая проблема Необязательные мячи пропущены после верховых передач На ваш взгляд, что же все-таки пошло не так в моментах, когда Уфа пропускала? Ну, да, были, конечно, ошибки с этими пропущенными мячами Но самое главное сейчас, перенять урок этих ошибок И чтобы в дальнейшем эти ошибки не допускать Сейчас нужно ехать в Краснодар за победой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!